Доброго времени суток, с вами Роман Савеев. Сегодня я вам расскажу историю о странном человеке, который уничтожил весь Блокстрайк. Танкер 27. Этот игрок особо опасный человек, который уничтожил всю игру. И разработчики всеми силами пытались скрыть его. Он опаснее всех хакеров Блокстрайка вместе взятых. Этот человек, странная личность. Танкер 27. Когда он зашел? Что он творил? Танкер зашел в Блокстрайк впервые в 2015 году, 6 декабря, в 18.30 по МСК. Самое первое, что он сделал, он просто поиграл в Блокстрайк. Ничего необычного. Ничего необычного, ничего не случалось. Но, странности впервые начались с 20 декабря. Блять. Впервые он перевернул свою модель игрока и просто ничего не делал. Кстати, скриншот был сделан в то время, когда он висел на карте просто. На его сервер заходили люди и удивлялись, что с ним не так. Его пытались спрашивать, убивать и так далее. Но, он это полностью игнорировал. А дальше, люди, которые заходили на его сервер, были забанены. А причиной была AdBalive, Nothing to Do It. То означало, помните, ничего не делайте. Непонятно было, что именно делать. Говорить о бане кому-то или уделить Блокстрайк. Этого человека невозможно было забанить. Ну попросту, потому что тогда аккаунт в Блокстрайке не существовало. Следующая его странность была тем, что этот тэнк 27 на одном сервере всем сменил скин на вот такого человека. Вы сами всё видите, это странно. Скин был очень неприятен. И не был не только на одном сервере, но во всём Блокстрайке. Разоморщики заметили это и исправили, как было. Но потом было только хуже. Версия 3.4.8 Если люди заходили в Блокстрайк, то могли заметить не Блокстрайк надпись, как обычно, а вот такое. Что это означает? Ничего не понятно. Рандомные буквы пугали игроков Блокстрайка. А при заходе в магазин, они попросту не могли зайти в магазин. И пришлось просто так играть на серверах. Кстати, вы заметили, что если убрать некоторые буквы, то получится слово «Помощь». Что это означает? Читеру нужна помощь? Что это за знаки? Тем не менее, разборщики уже допугались этого и после этой версии добавили аккаунты, чтобы, естественно, забанить читера. Так и произошло. Читер забанили. Казалось бы. Хэппи-энд. Неа. Читер нашел легкий способ обхода бана. И после обхода этот умник всем игрокам поменял ники на «хэлп ми». Хэлп-хэлп-хэлп-хэлп-хэлп-хэлп. Что означает? Ну, вы сами поняли. Люди поняли, что в Блокстрайке творится полная жизнь и не играет днями, неделями или даже месяцами. Заботчики пытались связаться с читером по игой Мэлу. И произошло полный... Так, так, меня слышно? Вроде запись включена. Итак, секретная запись 27. Этот читер опять что-то натворил. Как я понял, ему нужна помощь. Сегодня 2016 год, 5 февраля. Я попытаюсь с ним опять связаться. Насчет читера. Дэнгарт-27. Я узнал его настоящее имя. Он иностранец, но... Он с Италии. Но что ему нужно? Его зовут Эльжворт. Он в Блокстрайке творит полную жесть. Вчера все игроки летали на картах. Килы фармились. У всех это... Очень странно. А, включается, мы не сможем связаться. Вот так. Алло! Эльжворт. Эльжворт, пьем. Не слышно? Алло! Открывайся с Блокстрайком. Я думаю, что Блокстрайком забанил все и все телефоны. Донблодит Блокстрайк в 10. Что? Ты... Орлечанин? Дестрог. Большое счастье. Бай-бай. Ёбаный псих. Что он сейчас сказал? После этого разговора, Тиберс пытался обойти в телефон-чидер, но... Телефонов было в внимании... 238. И все они андроид. Тиберс заблокировал все эти телефоны вручную. И ничто из них не сможет сделать плохо Блокстрайку. Но... Поможет ли это? Тиберс долго думал, если до 9 марта ничего не случится, то Тиберс сделал все не зря. До 5 марта все было спокойно. Игроки играли. Тик-так с Тик-кентом АПК снимали Блокстрайк. Пока... Не появился Дэнгер. Опять. Что на этот раз? А на этот раз Дэнгер начал банить 50% всех аккаунтов, зарегистрированных в Блокстрайке. Тиберс заметил баны. И причина была... But you idiot, Тиберс. Что означало... Но ты идиот, Тиберс. А остальные люди, которые играют в Блокстрайк, внезапно у них начался перегреваться телефон. На серверах творилась полная жесть. Игроки спамнились там, где не надо. У всех был Флай. И тот же скин, о котором я говорил ранее. А в ПС у Лидии был от 1 до 10. Максимум 15. У всех шесток алакала. Тиберс пытался отследить источник панов и лаков. И это был Дангер 27. Тиберс понял, что в игре полный ковздец. И решил удалить... Игру. Но в будущем я вам скажу, зачем он это сделал. И вот. 9 марта. 2016 год. Официально Блокстрайк был удалён. Люди были спасены от взрыва телефонов и крупных травм от этого. Но не стоит волноваться. Тиберс вернул Блокстрайк спустя месяц, после удаления. У Тиберса был план удалить Блокстрайк и вернуть его, чтобы Читер ушёл с игры. Блокстрайк вернулся. Миллионы новых зарегистрированных аккаунтов. Казалось бы, снова... Хэппиээн. Хэппиэн. Субтитры сделал DimaTorzok